Протестную акцию с лозунгами «Сегодня трещина, завтра смерть», «Долой гробы на курьих ножках», «Потолок убийцы в тюрьму не сядет» в Барнауле организовали активисты ЛДПР. В общей сложности на пикет вышли больше двух десятков жителей аварийного жилья, пишет Полицебру. Сейчас в очереди на расселение 152 дома, отметили в пресс-службе партии. А между тем число опасных для жизни домов за последние годы значительно возросло, поскольку процедура признания зданий аварийными сложная и долгая. По итогам пикета ЛДПР подготовит резолюцию, которую направят к губернатору края. Мост через теплотрассу в Рубцовске стал источником повышенной опасности. В холодное время года, да и после дождя, по бетонным плитам, уложенным под углом, здесь и прежде передвигались с осторожностью. А теперь, когда вывалилась часть перекрытия, угроза получить травму увеличилась вдвойне, сообщила Рубцовск.Инфо. Подростка избили бейсбольной битой УЦУМа в краевой столице, информирует московский комсомолец Барнаул. В опиющей истории в соцсетях поделилась мама пострадавшего. Она обратилась с просьбой ко всем, кто, возможно, стал очевидцем произошедшего. По словам женщины, четверо мальчишек дурачились и закинули шапку одного из товарищей на крышу остановочного павильона. После чего они попытались достать шапку, но в это время компания молодых людей решила отчитать подростков. Один из парней достал из автомобиля бейсбольную биту и три раза ударил подростка по голове. Сейчас он лежит в больнице с отрясением головного мозга. В Наукограде будущим специалистам-техникам рассказали и показали, как работает одно из крупнейших предприятий города. Для студентов колледжа устроили экскурсию по местной ТЭЦ, пишет бейский рабочий. Учащиеся вблизи увидели дымовую трубу высотой 240 метров и турбинное отделение. Вполне возможно, что по окончанию колледжа студенты пополнят ряды сотрудников бейской ТЭЦ. Месть мумии алтайская принцесса покорала потревоживших ее покой исследователей. Легендарную мумию обнаружили почти 30 лет назад на высокогорном плато Укок в республике Алтай. Есть версия, что погременная с особыми почестями женщина пожертвовала собой ради спасения мира от темных сил. Алтайские шаманы предупреждали, что кара настигнет всех, кто имеет отношение к раскопкам могильника. Что случилось с участниками экспедиции, читайте в газете «Комсомольская правда» Барнаул. Субтитры создавал DimaTorzok